Всем привет ребята! Совсем недавно я выпускал на своем канале видео про то, как протестировать ваш процессор, если у вас в компьютере установлен процессор Intel 13 или 14 поколения. И в сегодняшнем видео мы будем еще раз тестировать процессор 14 поколения, но уже с обновленным BIOS. Дело в том, что компания Intel пообещала выпустить в середине августа новую прошивку BIOS, они свое слово здесь жали и у меня компьютер Dell Inspiron Small Desktop как раз с процессором i5-14400. Значит смотрите ребят, я зашел на официальный сайт поддержки драйверов Dell, выбрал Windows 11 и здесь увидел вот такую информацию. Значит здесь сайт на немецком языке, потому что я нахожусь в Австрии, но в принципе здесь и так все понятно, я вам сейчас все переведу. Значит нажимаем вот сюда, BDOITONG, CRITISH, это означает что критическое обновление и его нужно обязательно установить. Дата значит у нас выпуска 16 августа 2024 года, это видео я записываю 17 августа, вот буквально на следующий день. И версия прошивки 1.7.0. Если вы не видели предыдущее видео, в предыдущем видео я показывал, что тесты я проводил с прошивкой 1.5.0 и сейчас я все это дело обновил. Давайте прочитаем, что нового добавили в этой прошивке. И здесь вот у нас текст на английском языке. Давайте я сразу прям приведу. Исправлена проблема, при которой отображалось сообщение об ошибке Windows при использовании системы. Эта проблема возникает, когда процессор работает на высоком напряжении. То есть, как мы с вами знаем, у нас есть статья из предыдущего видео. Я там говорил, каким образом можно протестировать наш процессор. И сейчас у процессоров Intel 13 и 14 поколения наблюдается проблема. Они начинают деградировать со временем. Возможно это через год, через полгода, у кого-то через несколько месяцев происходит полный выход из строя процессора. Вот поэтому эту прошивку обязательно нужно было установить, что я и сделал. Ну давайте я сейчас покажу вам, что на компьютере установлена самая новая прошивка. Нажимаем сочетание клавиш Windows R. Итак, как мы можем видеть, BIOS у меня самый последний, 1.7.0. И давайте я покажу вам сейчас утилитой CPU-Z, что на компьютере действительно установлена самая свежая версия BIOS. Процессор Core i5-14400. Переходим в Mainboard и видим, что версия у нас 1.7.0 от 8.9.2024. Самая новейшая. И обновлял BIOS я с помощью вот этой замечательной утилиты от компании Dell. Открываем от администратора. И здесь нам полностью утилита показывает, что за компьютер, какая версия BIOS и какие прошивки установлены на данный момент, на момент записи видео. То есть вот видите, системная BIOS 1.7.0.1.7.0. Все полностью актуально. Запускать сегодняшний тест я буду на самой последней операционной системе Windows 11, версии 24H2, сборка 26100.1457. Ну, теперь давайте же запустим наш тест. 3, 2, 1. И ждем окончания проверки. Как мы можем видеть, запустился у нас графический тест. Мне писали в комментариях под предыдущим видео, что у многих он не запускается. Причину я не могу сказать почему. Возможно, это зависит от видеокарты. Здесь стоит встроенная видеокарта. Поэтому, возможно, это связано с этим. Мы ничего не делаем. Наблюдаем за тестом. И тест примерно занимает от 3 до 5 минут. И так, как мы можем видеть, в моем случае тест успешно пройден. Нам пишет об этом программа словом PASS. Готово. На зеленом фоне. Если в вашем случае красный фон и написано fail, то не расстраивайтесь. Если вы собирали компьютер самостоятельно и покупали коробчатую версию процессора, то попробуйте связаться с магазином. И если магазин вам не поможет, то свяжитесь напрямую с компанией Intel, потому что Intel продлевает гарантию на процессоры еще на 2 года. То есть, если у вас была гарантия 3 года, вы получаете еще гарантию 2 года. Подведем итог. Обновление прошивки BIOS до версии 1.7.0 нам, по сути, ничего не дало. Но мы прекрасно с вами теперь знаем, что от перенапряжения мы защитили нашу систему. И теперь, в случае полной загрузки процессора, например, когда вы играете, либо монтируете видеоролики, либо смотрите видео в 4К, когда ваш процессор полностью загружен, он у нас не сгорит преждевременно, потому что сейчас у нас установлен патч, который ограничивает напряжение на процессор. Поэтому теперь, после установки этого патча, ничего не должно произойти, потому что Intel все протестировали, и, как уверяют нас, должно быть все в порядке. Все, ребят, на этом видео буду заканчивать. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите обязательно их в комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы случайно зашли сюда. И, по возможности, если есть желание, становитесь спонсором канала. Благодарю за внимание. Всем пока.